Парни и девчонки, всем привет! Сегодня речь у нас поет про автомобиль с более приземленной ценой. У нас сегодня Kia C 2015 года в кузове хэтчбэк. Автомобиль был куплен моим товарищем месяц назад с пробегом 37 тысяч километров. Куплен автомобиль был по цене 770 тысяч. Вот сейчас, если зайти на автору, данная модель, это дорестайлинговая версия, ее можно найти 2015 года в нормальном состоянии от 750 до 850 тысяч рублей. Да, есть цены пониже, но это, скорее всего, будет разочарование, какие-то скрытые дефекты. И также есть цены, конечно же, выше, чем 850 тысяч, но это уже будут топовые модели с ценой аж под миллион. Но прежде чем мы начнем наш обзор, я хочу провести некий социальный опрос. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение касаемо непосредственно марки Kia. Вот что у вас в голове про нее сидит? Вот про некоторые, знаете, марки говорят, что это надежность, вот это очень дорого, это богато, это премиально. Что же у вас сидит в голове про Kia? Вот реально интересно, пару слов, просто выскажите ваше мнение. Ну а возвращаясь к нашему автомобилю, комплектация у нас идет люкс, новый, такой же, сегодня уже рестайлинговый, стоит 950 тысяч рублей. И вот от двух цен 950 тысяч за новый и 750 тысяч условно за вторичный. Давайте будем отталкиваться, посмотрим, что же нам предлагается сегодня. Не будем размазывать кашу по тарелке, поехали. Как обычно, все начинается с внешнего вида. И если посмотреть на автомобиль, вот я честно скажу со своей стороны, что это обычный автомобиль. Вот такого, чего знаешь, в нем агрессивного нету. Хотя, если почитать, опять же, рекламные буклеты, как его преподносят дизайнеры компании, маркетологи. Вот сочетание оптика, плюс решет, плюс передний бампер, они называют тигриным. То есть, вот в этой форме автомобиля, вот в передней части, они видят тигриный взгляд. В тот же момент сказать то, что автомобиль выглядит по-старому, то, что в нем нет ничего такого, ну нельзя, друзья. Это не совсем будет правильно. И писать о том, то, что вот имея 750 тысяч, покупать какую-то Kia, да я бы лучше себе купил. Ну не надо. Здесь каждый решит сам. Вот в каждом кармане своя копеечка, куда потратить честно заработанное, мы решаем сами. Но не будем далеко отходить. Оптика нас здесь встречает галогеновая, что ближний, что дальний. Непосредственно адаптивная ксеноновая оптика идет только в топовой версии. Туманочки у нас, конечно же, тоже галогеновые. И здесь сразу первый минус, который можно отметить, если послушать отзывы владельцев. На трассе, естественно, фары хреновенько светят. Да, к этому можно привыкнуть. Многие скажут, что да ладно, нормально пойдет для галогенки. Тем не менее, факт остается фактом. Решетка радиатора. Здесь все как обычно. На ней мы даже останавливаться не будем. Стандартная киевская решетка, она узнаваемая. Если посмотреть машину по кругу, сбоку, сзади, все в принципе гармонично. У нас 16 колеса идут. Если поставить сюда 18 или какие-нибудь вообще 19 впендюрить на низкопрофильной резине, вы сами понимаете, машинка будет выглядеть совсем по-другому. Как вы знаете, у Kia громкий слоган идет о том, что 5 лет гарантии и 150 тысяч километров пробега. Но это не совсем так. Приведу простой, краткий пример. Вот смотрите, если у вас, вы купили автомобиль и через год у вас перегорает лампочка, это уже однозначно не гарантийный случай. И вот так со всеми деталями автомобиля. А под капотом нас может встретить линейка из трех двигателей. Первое, это идет 1,4, 100 лошадиных сил, только с механикой. Очень дохлый двигатель, разгон до первой сотни, там заявленный только порядка 13 секунд. Второй же двигатель идет 1,6, он есть как на механике, так и с автоматом, как в нашем случае, шестиступенчатый автомат, 123 лошадиные силы, заявленный разгон до первой сотни 11,5 секунд. Вот с этим автомобилем и конкретно с этим двигателем я знаком не понаслышке. У моего друга был точно такой же автомобиль, только в кузове универсал. Мы на нем накатались года 4, поэтому про него я рассказать могу более подробно. И также можно найти более заряженную версию, будет также 1,6 двигатель с турбиной, 204 лошадиные силы, только на механике, разгон до первой сотни будет 7,7 секунд. И вот глядя в подкапотное пространство, мы всегда с вами задаемся одним вопросом, что нас здесь страшного может встретить, вот что здесь может такого сломаться, чтобы это был неприятный и самое главное дорогостоящий ремонт. А я вам скажу, в принципе ничего. Но помните, вот мы снимали обзор на Kia Rio, и там мы рассказывали вам о том, что есть проблем с катализаторами. И здесь в принципе она повторяется. Ранее вот до 2016 года гарантия была 1 год на них. Сейчас же ее продлили с 2016 года, то есть до 100 тысяч. Но тем не менее, если вдруг он посыпется, стружка попадает в цилиндры, и просто-напросто она может привести в неисправность целый двигатель. Вот владелец данного автомобиля на самом деле подумывают о том, чтобы просто-напросто его срезать и поставить себе новый. В остальном же каких-то нареканий в подкапотное пространство о том, что у тебя может полететь коробка, здесь в принципе не встречается. Хотя уверен, если полазить на клубных форумах, поискать какие-то нарекания на нее все же будут, но это скорее будут единичные случаи и серии гарантийных, которые тебе без проблем поменяют. Возвращаясь к нашему двигателю, я вам хочу сказать одну простую вещь. Вот мы когда покупаем автомобиль, всегда стараемся брать автомобиль с запаса мощности. Ну как обычно, чтобы выйти на трассу, дать тапочку в пол и совершить обгон безопасный. Здесь такого не получится. Хорошо он тянет, ну как хорошо, условно хорошо, от 40 до 80 в городе. Если ты выйдешь на нем на трассу на 120, на 130, ты нажмешь в пол. Если ты один, ты сидишь, он еле-еле будет ехать. Если у вас двое, трое человек, еще что-то в багажнике сидит, это очень такая вялая машина, серьезно. Она будет разгоняться еле-еле. Некоторые владельцы пытаются, я правда говорю, да ладно, ты что, пойдет? Да ничего здесь не пойдет. Машина на самом деле не тяговитая. Питается он 92-м бензином, некоторые заливают 95-й. Реальный расход у этого владельца в городе порядка 8 литров. По трассе он делает около 7 литров. Тем не менее, он может найти и тех владельцев, кто заявляет о том, что расход 10-11 литров. Но я больше считаю то, что это, наверное, какие-то условия типа постоянная пробка, большой город, кондиционер, газ в пол, тормоз и так далее. И вот, как я сказал, то, что серьезных проблем с автомобилем, в принципе, встретить нельзя. Но, тем не менее, косяков у него очень даже много. Вот если послушать людей, некоторые отмечают то, что здесь стандартная болячка, это датчики АБС. Меняют по гарантии. Другие отмечают то, что есть проблемы со втулками стабилизаторов. Третьи говорят о том, что если стекла грязные, опускать, поднимать, они царапаются. Четвертые заявляют о том, что выехал из салона, на пятый день лопнуло лобовое стекло. Такое тоже может быть, потому что кузов у автомобиля наверняка не совсем жесткий. Пятые рассказывают о том, что есть проблемы с сидениями, есть проблемы с подогревом сидений, ну и так далее. Вот в целом все вот это собрать, там лампочки перегорают, задние фонари перегорают. Все это, казалось бы, по мелочи. Ты приезжаешь, тебе это без проблем все будут устранять. Но, тем не менее, факт остается фактом. То, что машина все-таки, ну, кореец. То есть, все равно где-то чуть-чуть не доработали. Но объективности ради стоит отметить то, что в рестайлинговой версии все известные болячки уже подлечили. В остальном же сюда ты залазить особо не будешь. Вся та же самая история, как на многих автомобилях. Залез, посмотреть, ну, уровень масла, подлить омывающие жидкости, все. Поэтому мы идем дальше. Зацикливаться не будем. То, что здесь стоит палочка, смущать никого не должно. Капот, в принципе, легкий. Он сам по себе небольшой. Пойдемте потихонечку дальше. Вот что еще отмечают многие владельцы. В один голос кричат, что автомобиль низкий. 150 миллиметров и очень низкий свес переднего бампера. Тем не менее, у нашего владельца до этого была Сузуки Лиана. И там дорожный просвет аж 140 миллиметров. По дворам ездит. Откатал на машине уже чуть больше 3000 километров. Дворы разбитые. Тем не менее, пока что нигде не черкал. Ну, посмотрим, что ему преподнесет зима. Хрупенькая подвеска, очень мягенькая. Убить ее вообще на раз-два. Многие жалуются о том, что что-то гремит. Особенно про заднюю часть подвески. Вот у меня у друга, когда была такая машина, вот он ездил вообще небрежно. И когда я с ним раз поехал, когда уже, знаешь, машина долго не обслуживалась. Мы едем по нормальной дороге. Заезжаем куда-то во двор, где разбитый. Поехали. Настолько все громыхало. Это просто сил нет. Но здесь опять же возвращаемся к тому, как ты будешь эксплуатировать свой автомобиль. В остальном же есть, конечно, и те, кто говорит, отлично едет, хорошо стоит на дороге, ни на что не жалуюсь. Выйти на трассу. Крейсерская скорость такая, чтобы тебе не было на ней страшно ехать, не было на ней дискомфортно ехать. Но я бы назвал ее до 160 километров. Если ехать больше, машина все-таки валка. Подвеска здесь на спортивную езду не настроена. И это нормальное явление. На большой скорости все равно придется подруливать. В городе же, если покататься, особых претензий не будет, потому что до 100 километров, ну 80 ты будешь ехать. Никаких у тебя претензий к машине не будет. К лакокрасочному покрытию мы даже придираться не будем. Понятное дело то, что кореец. Но тем не менее, вот цвет такой, и машине всего два года, 40 тысяч пробегов сегодня реально. Посмотреть каких-то скулов, особо таких, что прям в глаза бросались, вообще нету. Ну а подчеркиваю, цвет очень хороший. Если машину грамотно мыть, то есть не натирать ее тряпочками, проживет очень долго. Тормоза здесь также, передние дисковые, вентилируемые, задние просто дисковые. Давайте присядем назад. Вот покажи им, пожалуйста, вот сколько места сзади. Хэтчбэк. У нас здесь сзади детское кресло. Давайте я попробую присесть. И по-честному скажу, вот сейчас сидение, в принципе, настроено под меня. За рулем ехал, было комфортно. Оп, все, сел. Некоторые говорят, ты садишься неправильно, нужно вот так садиться. Сначала ногу засунул, а потом сел, окей. Сейчас лето, подчеркиваю, я в легкой одежде, сел, как залетел. Сидим. У нас есть задний подлокотник. То есть никаких таких изысков, знаешь, нету. Есть у нас стеклоподъемник. Подогрева у нас задних сидений нету. Но они, по идее, наверняка доступны в более дорогих комплектациях. Места над головой хватает. Вот и семьей вроде молодой можно покататься. И в тот же самый момент, если ты молодой парень, есть версии, говорю, более заряженные. Они, в принципе, симпатичные. Можно взять. К качеству отделочных материалов особо придираться не будем. Автомобиль, ну, знаешь, из серии то, что соответствуется на качество. Особенно, если учитывать то, что раньше эти машины стоили, ну, там, 700-750 тысяч. Да, я понимаю, что сегодня они дороже. Сегодня все иначе, но, друзья, экономика это наша. Поэтому здесь мы заострять внимание не будем. Бак идет объемом 53 литра. Переходя к задней части автомобиля, ну, вот, посмотрите сами. Вот выскажите ваше мнение. Ну, что скажете? Ну, наверняка все скажут, да что здесь сказать? Ну, ничего особенного здесь нету. Багажник у нас идет 380 литров. Но если сложить сидение, то полезное пространство у нас будет 1318 литров. В остальном же ничего здесь сверхъестественного, нового нету. По идее, можно сесть где-то на природе. Козырек маленький. Ну, знаешь, дождик пойдет, сразу будут ноги мокрые. У нас скрывается, пожалуйста, докатка. Все, чтобы поменять комплект, нужно. Ну, в общем, стандартный набор для любого автомобиля. Парктроники были установлены самостоятельно. Также была самостоятельно установлена камера заднего вида. Выводится она на зеркало внутреннее. Поэтому для комфортной парковки есть все, что нужно. Переходя к интерьеру автомобиля, хочу вам напомнить о том, что у нас идет средняя комплектация люкс. Тем не менее, автомобиль укомплектован так, что в нем есть все самое необходимое. Ну, смотрите. Рулевое колесо у нас с отделкой кожи. Оно идет с подогревом. Селектор передач у нас тоже есть с отделкой кожи. Раздельный двухзонный климат-контроль. У нас есть мультимедиа, которая поддерживает USB, MP3. Все, в общем, кроме Bluetooth. У нас есть подогрев в зоне покоя дворников. У нас есть подогрев форсунок. В общем, пакет теплой опции, парни. Все вы про него, я думаю, сами знаете. Что бывает из косяков? Ну, говорить о том, что здесь что-то скрипит, в принципе, нельзя. Потому что редко кто это отмечает. Щупать пластик, давить на него, считаю, вообще нецелесообразным. Нормальный здесь пластик. Хотя, если его сдавливать, ну, естественно, будут какие-то скрипы. Плохо работает система климат-контроля. Многие отмечают, что когда идет дождь, она не справляется, и стекла все равно начинают потеть. Если еще принудительно включить на лобовое, да, оно будет нормально отрабатывать. Но боковые стекла все равно будут запотевать. Есть маленький подлокотник, есть два подстаканника, ручник механический. В общем, все самое необходимое для передвижения в этой машине установлено. Мы уже едем на тест-драйв, и первое, что бросается в автомобиле в глаза, это маленькие боковые зеркала. Если внутреннее зеркало у нас другое, стоит оно нештатное, оно, в принципе, большое, все по нему видно. Но вот зеркала, конечно, узенькие. Мы сейчас едем, скажем так, в дачном поселочке. Скорость у нас примерно 40 километров. Асфальт такой шершавый, и отчетливо слышна прям вот именно шум отарок. Проезжать какие-то неровности, сказать то, что автомобиль прям шибко жесткий, нельзя. Дорожку глотает, но не забываем о том, что колеса у нас 16-е стоят. И в особо прям сильные ямы мы не въезжаем. То есть все идет у нас в пределах разумного. Выходим на более-менее открытый участок. Ну вот смотрите, мы сейчас едем 40, даже уже 50. Нас вот три человека в машине. Газпол. Мотор ревет, мотор здесь хорошо всегда ревет. 80. Тяга есть. Вот именно вот 40-80, в принципе, нормально вытягивает автомобиль. Но вот если сейчас разогнаться 120-140 и нажать в пол, ну понятное дело, набирать будем очень медленно. Вот даже сейчас, смотрите, опять же пример простой. 70, нажимаем в пол. Рев есть. Ну вот 90. 100. Шум стоит в автомобиле, но в пределах разумного. Конечно, кто-то скажет, что это очень шумная машина. Ну, смотря с чем сравнивать. За свои деньги, подчеркиваю, зашумить можно. Самому можно зашумить дополнительно. Многих вот из нас всегда смущает этот вот Kia. Кореец, Kia, да нафиг это надо. Все почему-то хотят чего-то покруче. А вот до кому? Вот что доказывать? Ну, вот купил бы ты, например, японца, или купил бы ты немца, там, более старших лет. Ну, это будет машину покруче. Ну, а для кого она покруче будет? Для твоего соседа или для кого? Вот самое главное, я считаю, всегда относиться ко всему с головой. Если у тебя прямые руки, у тебя есть гараж, конечно, ты можешь себе взять там какую-нибудь бэшку, кулупаться с ней самостоятельно, если ты это умеешь делать. Но вот так вот для повседневной жизни, чтобы не заморачиваться, чтобы она не сосала из тебя денег, вполне адекватный вариант. Я не рекламирую ее, я не говорю тебе, вот купите Kia. Просто вот посмотрите на автомобиль, рассмотрите его с точки зрения альтернативы, что можно купить вот сегодня за 750 тысяч рублей. Ну что, пришло время подводить выводы, и давайте это сделаем вместе с вами. Ну, что можно отнести к плюсам автомобиля? То, что у него невысокая цена на вторичном рынке. То, что он, в принципе, хорошо укомплектован за свои деньги. То, что он не такой ломучий за свои деньги. Содержать машину, в принципе, можно. Ее можно назвать надежной. Сел утром, завел, поехал. Люди откатывают на автомобилях более 150-200 тысяч километров. Вот после 150 тысяч, вот там начинается уже, в принципе, нарекание на сыпучесть. Первые 150 тысяч будешь ездить без головников. Что отнести автомобиля к минусам? Ну, вот здесь напишите вы ваше мнение в комментариях. Потому что, в принципе, все перечисляют одно и то же. Невысокий, плохая шумоизоляция, слабенькое лакокрашенное покрытие. Такие банальные вещи. То, что машина по мелочам где-то что-то недоработана. Вот эти неприятные вещи, о которых мы поговорили в процессе обзора. Я бы сказал то, что в своих денег автомобиль, безусловно, стоит. Ну, вот посмотреть на нее, ну, скучно, да. Но все равно хочется чего-то более задиристого. Но жить нужно посредством. И не забывайте замечательную поговорку. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Вот такой получился у нас сегодня видеообзор. Всем, кто досмотрел до конца, ставлю лайк. Друзья, хочу затронуть последнюю тему, про которую мы говорили в последнем видеоролике. А именно, это сговор групповой на покупку новых автомобилей. Вас набралось достаточное количество. Я начинаю прорабатывать. Поэтому, однозначно, идею воплотим. Обо всем проинформирую всех. Подписывайтесь обязательно на инстаграм-канал, чтобы узнавать все новости первыми. Подписывайтесь на сам канал, если вы не сделали, чтобы не пропускать новые видеоролики. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки. У меня на этом все. До новых встреч. Всем пока-пока.